Стой! Давай сначала я! Что может быть лучше нового набора? Я с трудом сдерживаюсь! А вот и вдохновение! Ты видишь тоже, что и я? Неа! Тогда просто сиди и смотри! Для начала белое на белом! Пока ничего не понятно, да? Совершенно! Это должно помочь! Вау! Какой большой мелок! Но я все равно ничего не вижу! А что у меня? Минуточку, это мне не понадобится! Пока-пока! Добавим цвета! Будь что будет! Это сюда! Ага! Эй! Да! Впечатляет! Я назвал картину цвета! Интересно! Правда! Хочешь посмотреть на мой рисунок? Вот что вышло! Здорово! Как ты это сделал? Это проще, чем ты думаешь! Просто рисуем картинку белым мелком на белой бумаге! Выбираем первый цвет и набираем его на губку! Следующий, пожалуйста! Когда получится вот так, проводим губкой по бумаге! Теперь видно, как проступает контур! Вот и все! Так просто и так круто! Мяу! Все любят котиков, да? Ладно! Перейдите в себя! Нужно нарисовать кошку? Ну ладно! Будет непросто! Это надолго! Усы? Мне бы немного вдохновения! Она правда уснула? Теперь можно приступить к делу! Скажи пока, котенок! Ты идешь со мной! Эй, Элли! Где ты это взял? Нечестно! Я тоже хочу! И у меня есть идея! Ах, мой хороший! Я предпочитаю настоящих! Ага! Я такой молодец! Ты мой лучший друг! Я тебя нарисую! А ты больше, чем я думала! Как мне тебя обвести? Может, если я тебя поверну? Не получается! Какой счастливый случай! Ты смог написать код! Мэд! Подержи его! Откуда ты взялся? Неважно! Приступим! Так гораздо лучше! Превратим слово во что-то похожее на кота! И раскрасим коричневым! Не забудем про ушки! Можно добавить полоски! Ничуть не хуже настоящего! Что скажете? Эй, вы с нами? Что я пропустила? Точно, кошки! Милые ли? Выглядит ужасно знакомо, Мэтт! И я знаю, почему! Простите! Думаю, я выиграла! Почему после обеда мои глаза закрываются сами по себе? Вам скучно на моем уроке, София? Проснитесь! Что? О, нет! Я что, опять уснула? Минуточку! У меня есть идея! Хотите обзавестись очками, которые помогут вам высидеть даже самую скучную лекцию? Распечатайте свою фотографию, на которой вы в очках, как здесь. Вырежьте линзы из очков. А потом приклейте их к своим настоящим очкам. Используйте двусторонний скотч или прозрачный клей. Идеальный размер! Вау, выглядит очень реалистично! Так что на следующей скучной лекции, когда вас будет клонить ко сну, наденьте своих маленьких помощников и отправляйтесь в страну грез. Эй, София, ты... М? София? А, теперь понятно. Одолжу ей свои конспекты позже. Они ей точно понадобятся. Сладких снов, подруга! Ах, новый день приносит новый проект. Эй, в чем проблема? Почему они не режут? Нет ничего хуже, чем пара тупых, разболтавшихся ножниц. Псс, София, одолжи мне свои ножницы. Пожалуйста. Нет, не могу. София, ты бываешь такой вредной. Ладно, что мне тогда делать? Оу, у меня же есть две линейки. Может, это сработает? Возьмите две линейки и скрестите их, как лезвие ножниц. Когда будете резать ими бумагу, нажимайте на них вверх и вниз, вверх и вниз. Ого, как это у тебя получается? Это действительно работает. Все, что нужно, это немного выдумки и канцелярия под рукой. Вот что я называю смекалка. О, переменка, время отдыха. Девчонки, вы только посмотрите на это видео. Упс, о, это так раздражает. Не волнуйтесь, девочки, сейчас все сделаю. Вот сейчас точно сделаю. Нет, опять не работает. Кажется, у меня появилась отличная идея. Ммм, давайте я все сделаю. Мне понадобится одна бумажная скрепка. И больше ничего. Согните верхнюю часть скрепки вот так, а кончик согните в том же направлении. Теперь поставьте ее на стол с загнутыми кончиками наверх. Осталось только поставить в нее телефон и вуаля! Теперь вы можете смотреть свои любимые ролики с комфортом. О, Вики, вечно такая смешная. Поздравляю, сегодня среда, самый дурацкий день недели. О, я, похоже, задремала. Да блин, смотри, что я сделала. Не знаю, как это исправить, вообще нет идей. Вики, смотри, что случилось, я испортила тетрадь. Погоди-ка, я думаю, я знаю, что делать. Эти кислые лимоны определенно исправят ситуацию. Вот, возьми. Ненавижу лимоны. Их не есть надо. Смотри, видишь, они стирают маркер. Вау, ты заколдовала эти лимоны или что? Окей, продолжаем работу. Все еще не верите, что трюк с лимонами сработал? Тогда смотрите сюда. Протрите кусочком лимона волнистую лимонную линию. Вот так. Видите, она исчезла. Ох, я ничего не вижу. Идеально, заколка мне поможет. Просто уберу-ка я волосы назад и заколю вот здесь. Нет. Моя заколка сломалась. Ох, да блин, серьезно. Сегодня точно не мой день. Так жалко, вот это облом. Если с вами когда-нибудь случалось что-то подобное, у нас для вас отличные новости. Осмотритесь, этими крошечными карандашиками можно не только каракули рисовать. Возьмите заколку вроде этой и нанесите на нее клей. Затем вертикально приклейте карандаши от начала и до конца. Продолжайте, пока не закроете всю поверхность. Чем больше цветов, тем лучше. Вау, должна сказать, выглядит намного лучше, чем было, Мия. Вау, где ты такое купила? Я расскажу, но это дорого. Сидишь в инстаграме перед уроком, Вики? Привет, Вики, как дела? Погоди секунду, я сделаю крутую модельную фотку. Эй, откуда этот ветер в волосах? Вау, ты отлично выглядишь. Я знаю. По правлику я макияж. Ого, это что, правда я? Я так и знала, надо было лечь спать пораньше. Зачем я вообще сегодня пришла? Я такая бледная. Погодите-ка. Кажется, я знаю, как добавить цвета на это лицо. Есть цветные карандаши под рукой? Идеально. Налейте в стакан воды и положите несколько цветных карандашей острием вниз. Оставьте на пару минут. Смотрите, сейчас будет магия. Прошло уже 10 минут. Достаньте этих малышей. Теперь, когда кончики карандашей мягкие, ими можно подвести глаза. Посмотрите наш радужный урок. Окей, Вики, я готова к своему дебюту в стори. Ого, так ярко. Как ты это сделала? Я покажу после урока. Это проще, чем ты думаешь. Та-да, видишь? Окей, сделаем быстрое селфи, пока урок не начался. Шикарно, девочки. У-у-у, классический воздушный поцелуй. Привет, богиня радуги. Надо быстренько съесть что-нибудь сладкое перед уроком. Отлично. Я точно помню, что что-то взяла. Эм, я ничего не понял. Она сейчас про помаду говорит. Ммм, вкуснятина. Ты реально настолько голодная, что готова съесть косметику? Я бы тебе батончик дал. Если между нами, то это не помада. Чтобы сделать собственную съедобную помаду, возьмите пустой тюбик. Выкрутите его до конца. Затем насыпьте шоколадные чипсы в миску. Подогрейте в микроволновке. Смешайте с красителем под цвет любимой помады. Затем вылейте все в пустой тюбик из-под помады. Аккуратно, не расплескайте. Главное не перелить. Когда остынет, все готово. Вот, Кевин, попробуй. Ну, если ты в этом уверена. Эй, а это вкусно. Ты опоздала, молодая леди. Еще и сок с собой взяла. Да я только его купила. Здравствуйте. Извините за опоздание. Иногда можно заблудиться в этих коридорах. Ладно, проходи. Боже мой, я так хочу пить. Так хочется сока. Эй, может, у тебя есть что-нибудь попить? Вау, Лили, ты чего это облизываешься? Эй, алло. Иногда, когда что-то очень хочется, ты видишь это повсюду. Оказалось, Кевин точно знает, как спрятать напитки в классе. Для этого лайфхака возьмите пластиковый чехол для телефона. Положите его на файлик, возьмите маркер и обведите по форме. Как закончите, уберите чехол и вырежьте по линии. Теперь у вас получилось два кусочка, верно? Затем возьмите вощеную бумагу, оберните ею угол, а потом пройдитесь по ней плойкой. Проделайте то же самое со всеми сторонами. У вас получится что-то вроде маленького мешочка. Затем возьмите крышку от сока, например, такую, и помажьте клеем. Пока не высохло, вставьте ее в небольшое отверстие в мешочке, чтобы получился носик. А потом возьмите любимый сок и вылейте в карман, заполнив его доверху. Не забудьте закрыть крышку. А теперь помажьте горячим клеем чехол для телефона. И приклейте карман к чехлу. Когда высохнет, вставьте телефон в чехол и наслаждайтесь своим соком из классного тайника. Будешь лили? О, слава богу, я уже думала, что умру от жажды. А если поблизости учитель, не переживайте, вы под прикрытием. Да, все под контролем. Хорошо, что можно убрать вещи в шкафчик. У меня сегодня очень тяжелый рюкзак. Я совсем забыл, что у меня в кармане. Целая катушка вкусной жвачки. Она сейчас упадет на пол. Давай, Кевин, лови ее. Нет, моя жвачка. Ну вот, все пропало. Но только если тебе не нравятся волосы и что-то коричневое. Фу, так мерзко. Господи, что бы и зашло. Эй, убери это от моего лица. Чего тебе надо от моего скотча? Увидишь. А вы знали, что диспенсер для скотча может помочь с этим? Шаг первый. Давайте замаскируем его, чтобы он выглядел веселее. О, круто смотрится. Теперь нужно просто прикрепить жвачку внутрь. Эй, Лили, как дела? Привет, Кевин. Теперь дашь мне обещанную жвачку? Ты о ней говоришь? А? Вот, возьми кусочек. И всегда можно отломить сколько нужно. Фух, я чудом не опоздала. И друга привезти с собой не забыла. Хе-хе-хе-хе. О чем это она? Он сейчас взорвется. А? Это плохо. О нет, он же размером с Алабаму. А, понадобится много тональника. Это что, косметика? Учительница! Эй, тихо, мне это необходимо. Замолчи, пожалуйста. Хватит. Что там за шум? О, черт. Хе-хе. Не может быть, что все так плохо. Кто следующий? Я, я знаю. Никто. Я тут. Ладно, выходим. Да что с ней такое? Минуточку, я придумала. Нужно спрятать тональный крем? Просто снимите крышку точилки. И налейте косметику внутрь. Затем возьмите клей-карандаш, снимите крышку и с помощью лезвия уберите клей. Когда контейнер опустеет, вставьте внутрь любимый спонж. То, что надо. Пока-пока, уродливый прыщ. Скорее. Надеюсь, это все перекроет. Получилось. Вот так. Гладко и аккуратно. Не на что тут смотреть. Куда делся твой прыщ? Тебе привиделось. Но у тебя же. А косметика где? Может, купить новые очки? Что может быть скучнее этого урока? Это еще что? Фу, как противно. Вы напросились на тест. Та-да! Ааа. От мела так руки сохнут. Вы только посмотрите. Но у меня же есть крем. Или это слишком нагло? Ах, вот так. Кошмар. Она реально взяла мой крем? О нет. Это плохо. Стыдоба. Вас надо наказать. Пожалуйста. Я же тоже человек. Да, так нельзя. Нужно придумать кое-что похитрее. И как я раньше не додумалась. У вас есть клей? Вылейте его в стакан. Никто ничего не видит? А вот и секретный ингредиент. Крем для рук очень похож на клей. И готово. Потрясающий лайфхак. И больше никакой сухости рук. Ого. Как здорово. Эм, Белла? Она налила клея на руки? Ого. Какие мягкие. Вот и второй раунд. Она что, совсем с ума сошла? Эм, да все в порядке. Горизонт чист. Пора подкраситься. Прости. Ты знаешь правила. Давай сюда. Возвращайся к работе. Ого. Псс, псс. Кажется, что это краски. А это косметика. Как раз по размеру подходит. Никто ничего не заподозрит. Одно касание кисточкой и получится классный макияж. Видишь? Невероятно. Готово. Держи. Попробуй тоже. Но если никто не возражает. Это так интересно. О, привет. Смотри, кто тут у меня? Щеночек. Ух ты. Можно погладить? Конечно, его зовут Пушок. Отличное имя. Какой ты симпатяшка. Ага. Всем привет. Привет. Я такая красивая. Что? Подвинься. Нет. Да пофиг. Я заплачу, если ты пересядешь. Нет, я не продаюсь. Окей. О, какой милый щеночек. Так нечестно. И кем она себя возомнила. Я так зла. Ого. Ну и досталась от меня этой плитки шоколада. Хм. Хочешь подержать? С удовольствием. Да. Я знаю, как ей отомстить. Тихо и незаметно. Отрежу уголок обертки от шоколадки. Теперь выдавлю шоколад на ее тетрадку. Получай. Какая милая собачка. О, нет. Плохая собака. Какая гадость. Сработало. Это мы уберем. Я вернулась. Привет, пушок. Хороший мальчик. Крутая тренировка, ребята. О, без шлема лучше. Стоп. Походу мне нужна какая-то тетрадка. Супер. О, и еще та штука, которой пишут. Эм, ручка. Точно. Нет, под столом ничего нет. Что же мне делать? Эй, умная девчонка. Привет. Ты это мне? Ага. Можешь одолжить ручку? Ладно, думаю, у меня есть запасная. Вот это. Класс, спасибо. О, нет. Она сломалась. Эй, умная девчонка. Ручка бракованная. У тебя есть другая? Только будь аккуратнее. Вау, две подряд. Ты не поверишь. Держи. Вот. Возьми эту. Надеюсь, она сохранила от них чек. Псс, умная девчонка. Это моя последняя ручка. Окей, ладно. Минутку. Коробочка от сока может мне пригодиться. Как насчет этой трубочки? Это сработает. Разберите ручку. Нанесите немного клея на самый низ стержня. Вот так. Теперь возьмите трубочку и вставьте в нее стержень до конца. Там, где клей. Ручки-трубочки? Такие никто не захочет одолжить. Вау, как круто получилось. У тебя нет ручки. Это трубочки, прости. Ладно. Эй, чувак, у тебя есть ручка? Да, я могу, наконец, заняться делом. Как вы видите, эта картина выполнена в божественных цветах. Они напоминают о летних ночах и жарких соблазнах. Ну что, готовы начинать? Приступим. Не волнуйтесь, дети, я в порядке. Иногда искусство требует жертв. Только и всего. Возвращайтесь к своим мольбертам. Если будут вопросы, я здесь. Ну ладно, я готова создать свою картину. Прекрасно. Мне нравятся эти цвета. Мне нужно еще больше фломастеров. Фломастеры. Дайте мне фломастеры. Больше. И эти. И эти тоже. Да, вот что мне нужно. Прекрасно. Ха-ха-ха. Да, вот такое вдохновение я и хочу видеть на уроках. Кажется, этот фломастер закончился. Возьму другой. А? Куда они подевались? Эй, она их все себе захапала. Ну а мне что прикажете делать? И здесь еще этот цвет добавим. Да, шедевр. Это просто смешно. Ну и как мне рисовать без фломастеров? Хм, погодите-ка. У меня есть идея. Сейчас. Обожаю эти маленькие раскраски. Нужно пробраться сюда. Они мне нужны. Наверное, послышалось. А куда делись мои ватные палочки? У меня уши чешутся. О нет, о нет. Подожди, успокойся. Все будет хорошо. Ну вот, у меня есть запасные. Все в порядке. Отлично. Первая часть моего плана удалась. Теперь приступаем к работе. Нужно обернуть ватную палочку тонкой бумагой. Полностью. А теперь возьмем декоративный скотч. О, мне так нравится этот фиолетовый горошек. Такой милый. Просто обернем палочку скотчем. Выглядит потрясающе. А теперь нам нужен краситель. Например, пищевой. Окунем с него ватную палочку. Проверим, что у нас получилось. Моя картина спасена. Но нужно сделать все цвета радуги. Ладно, вернемся к работе. Привет, картиночка. Я по тебе скучала. Теперь у меня есть много цветов. Я самый гениальный художник в мире. Готово. Это просто шедевр. Ну, хорошо, ребята. Давайте посмотрим, что вы нарисовали сегодня. Вот моя картина. Она прекрасна. Я изобразила страх, который испытывает человек, стоящий на темной лестничной клетке. Ладно. Надо рассмотреть детали. Хорошо, хорошо. Вижу, что ты использовала здесь синий цвет и оранжевые блики. Хорошо. А здесь у нас куча штрихов. Ау. А это что? Откуда взялись эти палочки для рисования? Прекрасно. Какое чудо. Отличная работа, моя дорогая. Я одолжу одну штучку, если ты не против. О, конечно, без проблем. О, точно. Я ведь делала записи в журнале. Ааа. Божечки. Что же я делаю? Эй, как дела? Я тоже здесь посижу. О. Ну почему я не могу выдавить крем из тюбика? Ну давай же. Это какие-то глупости. Надавлю-ка я посильнее. Келья. Ааа. Ты что делаешь? Упс. Теперь у меня все руки и пенал в твоем креме. Он испорчен. Нет. Слушай, все будет нормально. Мы сможем его отмыть, честное слово. Я сейчас вернусь. Просто поверить не могу, что она сбежала. Тут столько крема. Ужасный беспорядок. Так, я смогу все исправить. Нужно взять картонную трубку и клей. Этого будет достаточно. Теперь нужно обмотать трубку бумагой. Отлично. Теперь ножницами сделаем надрезы по краям. Еще немного. Хорошо. Нужно еще немного клея. Теперь можно завернуть края и также их приклеить. Мой бедный пенальчик. Может, я просто смогу все это оттереть? Ааа, что это она там делает? О, она пытается его очистить. Лучше продолжу. Она так расстроена. Отлично. Края теперь приклеены. И теперь разукрасим все маркерами. Я возьму желтый. Ого. Пока получается отлично. Может, с пылесосом будет проще? О, эй. А ну отпусти мой пенал. Тупой ты пылесос. Ааа, он смесился. Остановись. Сейчас же остановись. Отдай мне пенал. Он мой, а не твой. Ого. Она там совсем с катушек слетела. Нарисую еще маленький милый лимончик. Обведу его, чтобы он выглядел более объемным. Их, какая прелесть. Мне так нравятся эти фрукты. Дорисую здесь еще маленького мишку. И добавлю полоску желтой бумаги наверху. Класс. Добавлю еще. Украшу еще немного. Буквы требуют аккуратности. Раскрашу их. Какой красивый оттенок. Мне нравится. Ну вот, буквы почти готовы. Теперь мне нужна гофрированная бумага. Использую ее, чтобы закрыть трубку. А сверху добавлю обычную бумагу. Хорошо. Вот крышка с дозатором, а чебика с кремом. Добавим сюда еще клея. Прямо по краям крышки. И приклеим к трубе. Теперь возьмем липучки. Их мы приклеим внутри напротив друг друга. Теперь трубка будет закрыта. А чтобы открыть ее, нужно просто надавить. Можно положить внутрь карандаши, и с ними ничего не случится. Вау. Я под впечатлением от своего изобретения. Ну же, кукольная ручка. У тебя получится убрать крем. Я же знаю. Хей, Джули, я вернулась, и у меня для тебя кое-что есть. Ау. Она уже с куклами разговаривает. Хей, Джули, вернись на землю. Ну же, смотри. Это важно. Смотри, это новый финал для тебя. Ау. Это так мило. Он просто чудесный. Спасибо большое. Вот, держи. Можешь забрать мой старый финал. Уверена, он тебе понравится. Эм, эм, конечно. Спасибо, что ли. Неплохое меню. Привет. Рад, что ты пришла. Хорошо выглядишь. Хочешь взглянуть на меню? Да, конечно, сейчас. Здесь так жарко. Тебе тоже жарко или только мне? Я ничего такого не заметил. Боже мой, я вся горю. Еще и вспотела. Уф, так-то лучше. О, нет. Отвратительно. Надеюсь, он не заметил. Ау. Что это так блестит? Ого. Ты вся сияешь. Как неловко. Вот бы у меня была косметика. Эй, минуточку. Часы. Это может сработать. Итак, вот моя пудра. А это циферблат. Я приклею его на крышку пудры и возьму еще клей. Немного сюда. И сюда. Затем ремешок. Просто приклею его к пудре. Теперь моя тайная пудра готова. Ну что, пудра, пора избавиться от блеска. Это свидание еще можно спасти. Еще немного. Готово. Фью. Ого. Как ты это сделала? Выглядишь потрясно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.